Всем привет, с вами Том, и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони-новостях за прошедшую неделю. Пятое поколение. Malbot Studios, Испания, Корея, разрабатывает игру под названием My Little Pony Emerge Bay Adventure, издавать которую будет Outright Games LLC в Великобритании. Послужной список разработчиков пока невелик, а вот у издателя уже был опыт работы с другими детскими брендами. Например, они издавали игры по Щенячьему Патрулю, Свинке Пеппи, Спириту, Семейке Адамс и некоторые другие. Скорее всего, игра будет достаточно детской, ей присвоили рейтинг G General, но также она будет мультиплатформенной, что, вероятно, означает, что это не игра-сервис вроде пони-фермы от GameLoft, а цельный продукт, который будут продавать для консолей и компьютеров. Пока это вся доступная информация по проекту, когда появится дата выхода или скриншоты, я обязательно расскажу вам в последующих новостных выпусках. CD-диск с саундтреком фильма поступил в продажу в США и Канаде. Издание оформлено достаточно симпатично, содержит плакат, на оборотной стороне которого написаны тексты песен. Возможно, подобные носители уже и достаточно устарели, но думаю, что его все равно раскупят на память и просто пополнить свою коллекцию вещиц с поняшками. И несколько новых концептов к фильму от Цели Каспар с еще рабочими вариантами расцветки персонажей. Пони-ферма от GameLoft. В пони-ферме началась череда февральских праздников. В отель приезжал один из пони-путешественников. Начался новый ивент на просмотр рекламы, приуроченный к 14 февраля. Финальным призом идет коричневый горожанин из будущего. 1 февраля в игре отмечался лунный Новый год. Были скидки на коллекцию с Мист Мейн и некоторыми другими пони. Хотя у старых игроков выбор был и не особо богатый. Драконов в этот раз не выставляли в магазин, а добавили в королевские шарики с повышенным шансом в определенный день выиграть определенного дракона. Подобные акции уже были на Хэллоуин и Рождество с другими тематическими коллекциями. А также, наконец, сделали распродажу магазинов, причем с весьма соблазнительными ценами. Жаль, что для новых домиков уже просто нет места в моем переполненном понивиле. В пятницу стартовал повтор Блиц Истории, День Сердечек, Копыт и Когтей, Проспайка и Бризи, призы и бустеры без изменений. Я надеюсь, что на самом 14 февраля в игре будет чуть более широкая распродажа, и я, наконец, смогу снять отдельное видео, в котором будет что показать. Новости игрушек и новинки в магазинах. PS определились с третьим персонажем для своих дозаторов для конфет, выходящих в этом году. Напомню, что сразу были выбраны Санни и Изи, а по поводу третьей пони компания устраивала голосование в социальных сетях. И третьей пони была выбрана Пип. В британской сети Тайско нашлись мягкие игрушки Санни и Изи, полностью сделанные из переработанных материалов. По крайней мере, так указано на упаковке. Изи бы одобрила такой подход. Пирамид Америка выпустит серию постеров в рамки по лицензии. Да, до выхода март этого года цена почти 20 долларов за постер, размер примерно 50 на 30 сантиметров. Печатная продукция Таиланда, на страничках которой можно заметить даже официальные пони комиксы от IDW. Остальное по классике. Книжки с наклейками, активити-буки и раскраски. Лайф фото Большой Найтмар Муд скелетика от Майти Джакс. На последнем фото хорошо видно, насколько эти фигурки действительно большие. Фотографии некоторых страничек январского выпуска журнала. Если помните, в украинской версии выходил векторный комикс про сестер Пегасов. У нас же продолжили пересказ фильма. Много страничек теперь также посвящено новым персонажам, но и по Фрэнш Пэз Мэджик развороты еще присутствуют. С номером шел набор аксессуаров для ранее выходившей фигурки Пинки Пай. У украинской Кайт в этом году будет линейка товаров для школы по пятому поколению. Фотографий пока мало, но самих позиций заявлено больше. Поэтому, скорее всего, я вам их еще покажу в новостных выпусках ближе к лету. И подборка Сима Лэнд. Набор с декупажем кружки, ланчбоксы, школьные сумки и рюкзаки, поясные сумки с меняющимися картинками и детские сумочки через плечо. Пони-мероприятия. Команда, которая уже проводила в Москве тематические вечеринки по Fallout Equestria, анонсировала более нейтральное мероприятие PegaFest, которое пройдет 9 апреля в Москве в клубе Kinky Rouge. Подробности в группе фестиваля, ссылка указана в описании. Это были все пони-новости, о которых я хотела рассказать. Список специально снятых видео за эту неделю есть в описании и закрепленном комментарии. Проверьте, возможно, вы что-то пропустили. До встречи в следующих роликах. С вами была Тома. Пока!